привет всем дорогие друзья я рада видеть вас на канале вяжем спицами меня зовут галина сегодня у меня небольшой обзор пряжи вот такая пряжа magic alaska ссылочка на интернет магазин где можно приобрести данную пряжу находится в описании под этим видео можете перейти посмотреть и сделать себе выбор не только этой пряжи но и другой несколько слов расскажу про эту пряжу сейчас я как раз сейчас она у меня в работе и в заключении я покажу что же я вижу из этой пряжи и так несколько слов о пряжи magic alaska давайте посмотрим ее состав состав 20 процентов шерсть 5 процентов верблюжья шерсть 75 процентов акрил моточки 100 грамм двести двадцать пять метров рекомендуемые спицы номер 4 4 с половиной пряжа очень очень мягкая очень мягкая очень приятная такой серый стальной цвет если кому интересен цвет номер 5821 вот такая вот пряжа ниточка средней толщины она состоит из трех отдельных ниточек слабая такая скрутка у нее как я уже сказала очень мягкая после стирки она стала еще мягче я вязала образец петельки расправились хорошо смотрится в лицевой глади держит резинку и араны жгуты какие-то узоры тоже хорошо смотрится на этой пряжи после стирки она немного распушилась вот вы видите такой вот небольшой ворсик в общем-то приятная теплая кофточка с ветерок с нее получится пряжа недорогая бюджетная и так что мне не понравилось в этой пряжи при вязании ниточка расслаивается и немного цепляется за спицы это как раз будет полезно знать новичкам если вы захотите что-то связать из этой пряжи то есть вязать будет сложновато ну а так в целом в общем-то пряжа неплохая вот вот такая вот пряжа magic аляска ссылочка на интернет-магазин находится в описании под этим видео вот наверное все что я хотела вам рассказать про эту пряжу если у кого-то есть опыт вязания из этой пряжи то поделитесь своим отзывом напишите в комментариях я думаю что многим этом будет полезно что-то вы может свое добавить и про эту пряжу и так сейчас я вам покажу что я вижу из пряжи magic аляска а вижу я жилет вы видите фото на экране вот спинка у меня уже связалась вот так выглядит этот основной узор многие меня спрашивали как называется узор не знаю как он называется но по всей видимости диагональ давайте его так и назовем узор диагональ или можете придумать какое-то свое название и написать в комментариях под этим видео вот такой диагональный узорчик получается очень оригинально смотрится вот это его изнаночная сторона ну и лицевая вы видите вот спиночка у меня уже связалась хочу связать такой жилет но немножко внести свои изменения изменения в плане вот этой вот косички которая вместо планки косичку я хочу связать другую ну а так основной узор вот такой будет по спинке он идет как бы от центра и расходится стороны полочки будет полочки будут вязаться 1 с наклоном вправо и 2 с наклоном влево и здесь будет идти косичка планка виде косички кто желает связать себе такой жилетик мастер-класс я готовлю поэтому подписывайтесь на канал сегодня с вами прощаюсь всем пока и до встречи новых видео